Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Где на одну чашку можно положить все плохое, содержащиеся в человечестве, сделанное им, а на другую чашку все хорошее, что есть внутри, что сделано руками, веселой духа. Мне хочется верить, что вот эта правая чашечка перетянет. Ну вот, ты сказал, что не готовился. Экспромт всегда лучше. Спасибо тебе за беседу. Не за что. Добрый день, друзья, не другие. Я предвижу реакцию подписчиков на очередной фрагмент одной из моих бесед с Андреем Вадимовичем Макаревичем, которому 70 лет исполняется 11 декабря 2023 года. Понимаю, что будут дизлайки, что будут гневные комментарии и отписки. Но, но, два момента. Первый. Я не изменил своего отношения к позиции Макаревича и других рок-музыкантов. Хотя прекрасно понимаю, откуда растут ноги. Я вот буквально на днях давал интервью пятому каналу. Они делают фильм о Джоне Леноне в цикле «Они потрясли меня». Я как раз сказал, что Джон Ленон был первым, вот если сейчас такой термин, не двойняшка. Он был первым, не двойняшка. Он был первый взрослый музыкантов, кто активно участвовал в антивоенных мероприятиях. Кто вообще, вот, менял дискурс, вот этот, 60-х, конце 60-х годов прошлого столетия. И кто вообще пошел в политику, условно говоря. То есть, он не был политическим деятелем, но участвовал там в митингах, демонстрации. Он провел вот эту знаменитую в Хилтоне, амстердамском пресс-конференцию в постели со своей женой Йоко Оной и так далее. Здесь, конечно, надо понимать, что Джон Ленон – это икона рок-движения, и все музыканты как бы стараются вот следовать этому образцу. Нюанс. Джон Ленон протестовал против войны в Вьетнаме, когда американцы послали за океан в другое полушарие свои войска, чтобы воевать там с коммунистами-сверконферсами. А, допустим, военные действия и вообще вот там, скажем, операции, против которых возражают наши рок-музыканты, это все-таки, ну, давайте, как говорят в Одессе, вы знаете, что это две большие разницы. Здесь мы защищаем наших соплеменников, которых уничтожали на протяжении многих лет, запрещали говорить им на родном языке, сносили памятник. И вообще открытый дискурс такой официальный киевского режима был там, что вот Маскаляку Нагилян, то есть уничтожили. Они сейчас говорят, что русскоязычные не имеют права, что они должны отправляться в ГТА. Кстати, рок-музыкант говорит, Олег Скрипка, друг наших рок-музыкантов, между прочим. Из песни слова не выкинешь. Это происходило и происходит, поэтому взять и просто слепо копировать какие-то приемы и лозунги уважаемых авторитетных западных коллег. Но это немножечко смешно. Ну, вправо, но смешно. Хотя и, понятно, музыканты, ну, они музыканты, они поют и играют. То, что Андрей Владимирович Макаревич и другие его соратники по рок-цеху поддерживают откровенно нацистский режим, ну, это возьмутится. Этому не может быть никакого правда. Потому что, ну, там реально нацисты. Вот этот слоган «Украина по нам все» это просто калька с гитлерского «Дойчем гиберали». Они говорят, что украинцы это сверхлюди. Русские это вот орки, как недочеловеки. по традиции, они воспроизводятся вот эти вот фашистские крыши. Я вообще, вообще мне просто даже не понимаю, чем могут руководствовать, опять же, там, музыканты, деятели культуры, которые поддерживают пирский режим с его, вот этой риторикой, с его официальными этими установками, когда вообще цель страны уничтожения людей определенной национальности. Вообще, у меня даже вот в голове не укладывается, как это может быть. Я уж там не говорю, что страна, когда евреи поддерживают. Это отдельная история, там, даже не хочу на это минное поле заступать. Вот, так что с Макаревичем мне это вот обидно и досадно, что он считает для себя возможным открыто поддерживать нацистов, понимая, правда, что это вот такая установка цель. С другой стороны, надо отметить, что в этом смысле рок-музыканты ведут себя честнее, чем там некоторые люди с папсой, там, как тот же там Сергей Лазарев говорит, что для него Крым был и остается Украиной, с ненормативной лексикой обрушивается на специальную военную операцию, потом, вот, как верно подметил Захар Прилепин, ему там объяснили авторитетные Кашеваты, что надо сделать ряд движений, и все будет, все ништяки будут по-прежнему в полном объеме, вот так мы и видим, как это происходит. Так что в этом отношении, конечно, на урок музыканты честнее, не скажу, что глупее, это было бы неправильно. И, повторю, 70 лет Макаревичу, и я решительно выступаю против культуры отмен. есть ли люди, которые слышат то, что говорит Алла Борисовна Пугачева, Андрей Вадимович Макаревич, по-прежнему хотят слушать песни, ходить на их концерты, ну, что поделать, значит, вот, ну, имеем дело с таким человеческим материалом, здесь по-другому не скажешь, используя эту лексику. Ценник у Аллы Борисовны Пугачевой 50 миллионов за корпоратив за выступление, 10 миллионов у Андрея Вадимовича Макаревича, и если какой-нибудь там губернатор или генерал хочет там порадовать своих знакомых, ну, ну, как здесь можно запретить? Я против того, чтобы эти деньги были из казны, чтобы за счет государства по-прежнему подкармливать тех, кто открыто выступает против политики государства как внешней, так и внутренней. Этот нюанс имеет значение. А просто вот запрещать и вычеркивать, ну, коммунисты 70 лет пытались это делать и вспомнить, что навязывалась культура советской творческой интеллигенции по реставрационной информации по телевидению государственному, по радио, балет, консерваторию, а люди слушали, кстати, ту же Пугачеву, Владимира Семеновича Высоцкая. Так что, нет, так не получится. Так не получится. Рассказывать, объяснять как раз надо. А вот просто отменять, ну, это украинизация. Это украинизация общества. это путь, который приведет вот к тому, что мы видим на Украине с этими киданиями людей в мусорные ящики, привязывания к столбам, там, зеленка, вот это все, не знаю, мне это не понравилось. Так что, 70 лет Макаревичу, и если кто-то хочет слушать машину времени, не знаю. Для моего поколения взять и вычеркнуть, отменить машину времени, это, собственно, совершить то же самое отряд. Я к этому не готов. Я решительно осуждаю всех наших рок-музыкантов, которые привезли к власти повестку за украинскую. За украинцев я не терплю. Независимо от того, делается это конъюнктуры ради или повеление души. Но и против отмены тоже выступают. Как говорил Игорь Виттель, известный мой коллегу жены, извини, если кого-то не обидал. Я про гитару помню. Один ваш рассказ, когда вы видели гитару Макаревича. Гитара стартатиста. Я даже когда-то хотел написать рассказ и так же его назвать гитарой стартатокастер, но в силу левности я это так и не сделал. Фактически устный этот рассказ существует. Как рассказывать о том, что Макаревич был для вас как Иисус, а потом вы увидели инструмент и поняли, что вы увидели. Это очень образ потрясающий на самом деле. Макаревич сказал, что очень много ошибок в книжке «Времени машины», а меня еще на самом деле несколько человек упрекнули за мой собственный тезис, не за факты, а за высказанное мнение, что все сайт-проекты музыкантов «Машины времени» не получаются столь же успешными, сколько они получаются у Андрея Вадимовича. То есть если мы про Кривольский танк говорим, они все как бы удаются в смысле хотя бы освещения в прессе значительно большего, чем мы про тот же нюанс говорим. Это за счет того, что у Макаревича как бы титул лидера группы или он точнее выбирает жанр? Женя, не в этом дело. Дело в том, что за долгие годы существования «Машины времени» Андрей стал для журналистского сообщества основным представителем бренда «Машина времени». И он чаще всех давал интервью, и это нормально, потому что я всегда считал, что каждый должен заниматься своим делом. Андрюша очень хорошо говорит, пишет, и вообще публичная деятельность для него это его естественное состояние. Мое естественное состояние это находиться в студии, заниматься записью, заниматься выпуском альбома, заниматься тем, что называется работа в лавке, заниматься какими-то внутренними делами «Машины времени» и так далее. поэтому, скажем, во многом, поэтому журналисты, конечно же, в первую очередь обращают внимание на жизнь Андрея Макаревича и на его какие-то новые проекты, а уже во вторую очередь на жизнь, скажем, других музыкантов «Машины времени» и, скажем, на их проекты. Я и с Макаревичем не ссорился. С Макаревичем, кстати, вот на самом деле Макаревичу ты какую-то услугу оказал, потому что вообще не секрет, что високосное лето, вот в тот период звездный, когда там был и Фремов, и Кутиков, собственно, половина «Машины времени», была самой сильной командой перспективной. Потом ты не ссорясь каким-то образом расстаешься с этими двумя, они переходят к Макаревичу и «Машина времени» передачку-то со второй на четвертую резко и рвануло. У нас в рок-н-ролле свобода, как можно удержать музыканта? То есть с Кутиковым и Фремовым ты тоже не ссорился? Абсолютно. У нас очень хорошие отношения. Ну, Макар, это отдельная история, это разговор в кадре, я давно перестал его понимать, чем он живет, в чем его философия. Кстати, очень смешно, потому что, когда была произнесена «Машина времени», я сразу вспомнил Андрей Вадимович Макаревич, у которого позиции по Крыму, как мы знаем, в общем... Ну, Андрей Вадимович вообще своеобразный человек. Я могу сказать только одно, что в свое время я должен был взять интервью, очень долго договаривались по этому поводу, я приехал, мы расставили камеры, все, это было очень официально, очень нужное интервью и ему, и нам, тогда я выполнил телекомпонент ТВ. И вдруг Андрей Вадимович, видимо, было не настроение, что-то начал, значит, я ему говорю, вот, задай вопрос, а он говорит, ну, да, он говорит, нет, да-да, нет-нет. Я понимаю, что все интервью у меня будет да-да, нет-нет. Я так разозлился, при этом я считаю себя хорошим интервьюером, я так разозлился, думаю, хорошо, окей, всего доброго, спасибо за интервью. Я пошел на улицу, прошу прощения, перебью просто, а хронометраж-то был набран? Хуни, 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 хуни набрал с трудом, но это было на уровне, вот, скажите, как у вас здоровье? Да-а-а, вот, как настроение? Да-а, как новую песню? Да-да-а, вот, ну, я набрал вот этих да-да-нет-нет, вот, и потом вышел на улицу, прям первый переулок зашел, встал с камерой, и начал спрашивать людей, что они думают про творчество Андрея Макаревича. Это какой год был? Это был, ну, это вот еще и гусинское НТВ было, был 2000 год где-то, да, 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 где-то вот 99-е, 2000-е, я стал спрашивать, что они думают по поводу Андрея Макаревича, по поводу программы СМАК, по поводу и так далее, и тому подобное. Народ сказал все, что думает. И я склеил колбасой, то есть я... Ай-яй-яй, мстя, мстя было жестко. И после этого, значит, Андрей говорит, да, это вы хорошо сказали, да он это, да, да, это было хорошо. Самое смешное, что не в этом. Через полгода, уже от другой телекомпании, я приезжаю опять брать интервью Макаревича. Я говорю, здравствуй, Андрей Вадимович. Он говорит, здравствуй. Узнал? Конечно, узнал. Меня трудно узнать. Он говорит, что, если я тебе дам плохое интервью, ты опять пойдешь на улицу, будешь спрашивать о том, надо ли мне мыть волосы с шампунем, холл, ну, из рекламы. Да, да. И я говорю, все зависит только от вас. И он дал блестящее интервью. Я считаю, это много в копилке, это одно из моих лучших интервью, он был очень искренне, очень откровенно, очень честный. Он вообще очень своеобразный, очень, ну, ты можешь по-разному относиться. Ну, сложный собеседник. Они вообще не любят рокеры. Почему-то попса нашего брата жалуют, а рокеры не любят. Причем, это не часть игры. А мне кажется, вот они почему-то традиционно, вот они... Ну, они находятся в таком же время. Не любят журналистов. Вот этот момент, потому что часто приходят гости, ты думаешь, ну, а, собственно, ну, зачем он пришел, если у него нет настроения говорить, если он там настроен на какой-то троллинг. Ну, думаешь, ну, а смысл какой вот? А засветиться? Ну, как, вот нужно ли светиться, там, я не знаю, тому же Васильеву, тому же Макарею? Ну, не знаю, но у них есть директора, которые их пинком... А, вот поэтому? Не-не-не-не, вот некоторые ко мне приходят, я говорю, реально, кто у меня здесь был-то перед Новым годом? Я, конечно, ну, вот я попался перед Новым годом, елки сплошняковые. Я к эфиру очень готовлюсь особенно к гостям, к Сергею Сергеевичу Сергееву. Питкун. Да, по-моему, Питкун. Да. И я впервые... Прямо было два. Был, значит, Марат Ка, да, вот этот дизайнер, который я очень хорошо знаю, мы с ним очень приятные отношения. И Питкун. Они были прям в клик перед Новым годом. У меня корпоративы... И я думаю, а, последний эфир перед Новым годом, думаю, да. Тем более, одного знаю, другого тоже знаю. Первыми, конечно, устроил Марат. Я говорю, ну вот расскажите, как вы делали, оформляли особняк Али Борисовны Пугачевой. А кто вам скажет, что я это делал? И понеслось. Ну, я хорошо вовремя сориентировался и как-то это... А с Питкуном была война просто. Но я всегда говорю только одно. Надо любить этих людей, которые приходят на эфир. Если ты их любишь, они рано и позже в это поверят. А когда они поверят, они тебе откроются. Иногда трудно просто любить. Да, нет, нет. Иногда просто очень-очень трудно. Их любить. Ну, нельзя же профессию называть вторая в мире. Да. В принципе, она еще похожа. Кстати, да. Да, действительно, я согласен. Это и есть такой момент. А вот эта музыка, которой не дозволено было в советское время заниматься, рок-музыка, да? Ну, а до этого, да, скажем. Да, вот что в ней главное? Я объясню, откуда, собственно, этот вопрос. У меня была полемика с твоим товарищем, Александром Борисовичем Градским, и такая достаточно жесткая в этой студии. Что главное в этой музыке? То, что называется посланием, ну, месседжем, или профессионализм, мелодия, тексты? Ты понимаешь, месседж может быть выше крыши. Но если ты при этом не умеешь ни играть, ни петь, месседж твой не долетит. Ты тоже так считаешь. Конечно, он затеряется в эфире. Другое дело, что, когда эта музыка начиналась, а нам страшно повезло, потому что мы почти застали эту эпоху, да, все-таки конец 60-х, самый расцвет, она стала такой всенародно любимой в мире, именно потому что она была дилетантской, она была народной. Масса людей начинали с нуля, как там Rolling Stones, как Beatles, в общем, не умея особо ничего делать, просто от бешеной любви к этому жанру. И у миллионов людей возникало ощущение, что они так тоже могут, потому что это же не консерватория, это вот. От этого эту музыку полюбило человечество. Сейчас все очень изменилось. Сейчас все очень профессионально. И не мне тебе об этом рассказывать. И на студиях, и на концертах, но это судьба любого жанра, он рождается где-то. Нет, ну а как же, есть же люди, вот рэп сейчас, это же люди, которые там могут не уметь петь, не знать нот, не умеют. зато они умеют читать. Они обладают таким чувством ритма, таким чувством полиритмии, они такие сложнейшие закладывают ритмические конструкции, что это только со стороны кажется. Сейчас выйду и прочту. Долго это будет существовать, про рэп, когда перестанут? Мы не знаем, все кончается. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Скажи, извините, я по-другому не смогла. Да, надо извиниться и все, на тебя кричать тогда не будут. Да, просто скажи, извините. Не буду ничего сказывать, что тебе, вам что надо? Мы вместе. Чтобы ты извинилась. Но, тебе надо, что тебе надо? И что тебе надо? Чтобы ты извинилась. Я? Да, ты посуду замочила, выбирала и убрала. А что тебе надо? И тебе что надо? А ты извинилась. Извинись, скажи. Не буду ничего извинять, и не буду. Почему? Потому что мы тебе задавали. Им всем на нас наклась бы, но как им на нас наклась? contrarioş sometimes. Спасибо. 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 Спасибо.